Друзья мои, в моей церковной юности был период, когда я школьником очень увлекся книгой «Откровенные рассказы странника» духовному своему отцу. Тогда, в начале 90-х годов, наверное, редкий православный юноша не увлекался этой замечательной книгой, не читал ее и не пытался сам практиковать Иисусову молитву. Но первое, что я прочел в этой книге, это утверждение о том, что мы должны исполнять самую первую заповедь, самую большую заповедь, о которой говорит Евангелие. Любить Господа всем сердцем, всей душой, всей мыслью своей. И если вы не любите Господа, говорит автор этой книги, на исповеди нужно каяться, начинать исповедь у священника с того, чтобы признаться, что мы не любим Бога. И я, как честный пионер, пошел на исповедь к своему духовнику, Архимандриту Антонию, и сказал ему, каюсь в том, что я не люблю Бога. Мой духовник подскочил даже на стуль и сказал, а что он тебе плохого сделал? Что ты его не любишь? Да, его недоумение было вполне понятно, потому что заповедь, на которой, как говорит Господь, висит весь закон и пророки, именно этот глагол используется в Писании к романиям, то есть он висит, именно висит. Это заповедь, как будто бы гвоздь, на котором держится все. Это самый фундамент, самое основание. Она несколько сложна для нашего восприятия, что значит любить Господа. Мы, с одной стороны, должны признать себе, как я тогда в юности, признать себе, что от всего сердца, от всей души и от всего помышления, как будто бы я Бога и не люблю. Вот а что я люблю? Я люблю церковные службы. Мне очень нравится, как поет хор. Мне нравится литургия. Тогда я в юности очень увлекался колокольным звоном, канонаршиванием, дирижированием, управлением хором. Это меня настолько все увлекало. И одна из моих таких серьезных и любимых тем было монашество, особенно египтское монашество. Древний Патерик, общинские старцы. Это так прекрасно, это так красиво. Это было просто очень, очень красиво. Вот это я мог сказать, что я это люблю. А про Бога с такой горячностью, наверное, нет. Я бы не мог этого сказать, поэтому честно на исповеди покаялся перед своим духовником в отсутствии любви к Богу. Прав я был или не прав? Дело в том, что на самом деле, мне кажется, с одной стороны, мы признаемся в том, что у нас есть недостаток любви к Богу. С другой стороны, только любовь к Богу и держит нас в храме. Только любовь к Богу и влечет нас в церковь, делает нас верующими людьми. Без нее мы не можем и шагу сделать в своей духовной жизни, в православной вере. Вот такая сложная штука – это любовь к Богу. Но что нам мешает Бога полюбить всей душой, всем сердцем, всей мыслью? Освященник во время пения хирургической песни на литургии читает замечательную молитву, которую предписано читать тайно. Никто же достоин, связавшись с плотскими похотями, с властями. И вот там есть цитата из «Послания к евреям», где священник практически молится, ссылаясь на эти строчки из «Послания апостола Павла», где просит очистить душу от совести лукавой. От совести лукавой. То есть наша проблема, как мне кажется, в любви к Господу в том, что если ты хочешь полюбить всем сердцем, всей душой, всей мыслью, и твои сердца, душа и мысль искажены, искалечены, испачканы, тебе и тяжело это сделать. Хотя Господь открывается нам, и вот Он перед нами. Его присутствие очевидно просто в нашей жизни, в знаках, в великих благодеяниях, особенно неявленных, которые нам даже не открыты. Но они присутствуют, они есть, мы это чувствуем, мы это переживаем в минуты какой-то духовной трезвенности. И поэтому, собственно, вся христианская литература духовная, она о покаянии, о том, чтобы очистить, изменить сердце, душу, мысль, сделать их способными, любить Господа. Не просто навязать какой-то навык. Знаете, вот я услышал, что надо любить Бога. Ну и хорошо, вот как-то я стараюсь полюбить. Но дело в том, что это естественное состояние нашего сердца, души и ума. Любить Бога. И мы Его на самом деле любим. Мы им только и живем. И удивительная тоска, даже ностальгия, которая вдруг может тронуть даже не церковного человека, который берет в руки Евангелие, который вдруг зайдет в церковь и расплачется. Или услышит песнопение церковное или колокольный звон, и вдруг какая-то тоска в сердце поселится, как будто какое-то воспоминание. Да не было никаких воспоминаний, не было никакой церковной жизни у этого человека. А все равно есть тоска. Откуда она происходит? Потому что сердцу человеческому, душе человеческой, уму нашему, людскому человеческому, естественно любить Господа. Мы Его любим, мы ищем Его, но как слепые котята, вот толкаемся и никак не можем найти, потому что хочется этого естественного тепла. Но мы все время натыкаемся не на Господа, а на идолы, которые нам подсовывают или наше больное сердце, или наша больная душа, или наш искалеченный разум. Поэтому, конечно же, единственный путь к любви к Господу чисто и открыто – это покаяние и очищение. И Евангелие говорит прямо, очень просто о тех людях, которые видят присутствие Господа. Говорит Господь в Нагорной проповеди, блаженный, чистый сердцем, потому что они Бога узрят. Все очень просто кажется. И люди религиозные, даже принадлежащие к разным конфессиям, могут даже религиям, друг друга по этому чувству опознают. по тоске, по какой-то ностальгии, по забытой памяти об Отце Небесном. Мы на самом деле Господа любим. Ну, как невозможно Его не любить? Как говорил мой духовник, ну, что Он тебе плохого сделал? То есть, для Него это совершенно было естественно, что Бога мы любим. Ну, а кого еще любить, если не Господа? Но, почему это главная заповедь? Потому что она настраивает все остальное в жизнь нашу правильным образом. Настраивает правильно сердце и душу, и ум. И не случайно, хотя евангелист Матфей, который рассказывает об этом диалоге с книжником, об ответе Христа на вопрос книжника, какая из наибольших заповедей, он не уточняет, кто спросил. Но эту деталь мы находим у евангелиста Марка, который эту же историю описывает с некоторыми другими нюансами. Он говорит, что вопрос этот Господу задал не просто какой-то книжник или фарисей, который хотел искусить Господа вопросом, а как евангелист Марк говорит, это был книжник, который услышал разговор Господа с фарисеями, вот мимо шел, услышал разговор и услышал, что Господь хорошо отвечает. Это его так взволновало, что он задал самый сокровенный вопрос, для него очень важный вопрос, то есть не праздный, не кабинет на богословский, а тот, который составлял суть его упования, его волнения, его тревог. И Господь ему, этому человеку, отвечает на этот вопрос, потому что тема любви Господу почему еще является деликатной. Мы не можем об этом так вот открыто говорить на людях. И вот вышел и нацепил себя на грудь значок, я люблю Бога. Это очень сокровенные вещи, тонкие, таинственные. Они очень глубоко в нас заложены, так что мы сами иногда себе не можем в этом признаться. Но у евангелиста Марка есть проложение этого разговора. То есть книжник услышал ответ Господа о том, что две заповеди самые главные любить Господа и любить ближнего. Он просто расцвел этот человек, как говорит евангелист Марк. То есть он стал хвалить Господа, сказал, что вот Господи, ты же очень хорошо сказал. Как же это правильно? Как же что еще к этому добавить? Как же это верно? Любить Господу, любить ближнего? И Господь ему сказал знаменитые слова, что он недалек от Царства Небесного. Этот восхищенный человек, человек, который живет любовью к Господу. Хоть он и старается об этом так публично не заявлять. Спрашивается, в каком отношении к этой первой заповеди самые главные относятся все прочие. Например, не уби, не укради. Разве это какие-то посторонние заповеди? Все прочее. существуют только для того, чтобы подготовить наше сердце, нашу душу, наш ум к любви к Господу. то есть очистить и душу, и сердце, и ум, чтобы они стали способными любить Господа. А коль скоро они больны, искажены, искалечены, то как же ты Бога полюбишь? Если твой ум, сердце, душа, эмоциональная жизнь привыкли стелиться по земле, любить только земное, реагировать, откликаться только на материальное, у них уже навык такой выработался, им хочется выпрямиться, но вот вырос горб на вашей душе, и она никак не может распрямиться, чтобы в лицо любимому посмотреть, обнять Господа, расцвести, раскрыться. Поэтому Евангелие это очень простая книга. Очень простая. Там настолько естественным, натуральным, простым языком изложены истины Царства Небесного, что и добавить к этому нечего. Мы правда любим там что-то домудривать, премудривать. Все очень просто. Любимый наш Господь. Надо искать Его, отзываться на Его голос и жить им. И постепенно выпрямляя и сердце, и душу, и ум, жизнь свою устраивает так, чтобы ее единственным содержанием в конце концов стал только Господь. Вот только Господь. Наш любимый Отец и брат.